Ежегодно количество семей, обратившихся за помощью в отдел жилищных субсидий и выплат, увеличивается. Однако социальная политика государства и региональной власти активно поддерживает население. Анализируя показатели, начиная с 2010 года, можно отметить, что увеличивается не только количество, обратившихся за помощью, но и сумма самой компенсации. С каждым годом, анализируя даже с 2010 года, количество получателей растет. Практически в два раза выросло количество семей, которые обратились к нам в наш отдел. Сейчас в 2018 году 3235 семей, в 2010 это было 1700 семей. То есть практически в два раза. Соответственно, растет и сумма выплат. Раньше в 2010 было 18 миллионов, а сейчас порядка более уже 54 миллионов. В основном получателями субсидий являются пенсионеры. Это две трети от общего количества. Остальные семьи смешанного типа. Безработные, неработающие граждане, осуществляющие уход за инвалидами и лицами старше 80 лет. Индивидуальные предприниматели и работающие граждане трудоспособного возраста. Меры социальной поддержки положены жителям города Орюпинска, если они подпадают, так сказать, под основные четыре условия. Они являются гражданами Российской Федерации, имеют собственность жилого помещения, либо нанимают данное жилое помещение. Там зарегистрированы, имеют официальный доход за 6 месяцев, предшествующих месяцев обращения. Оплачивают коммунальные услуги, то есть несут расходы своевременно, их оплачивают. В случае, если имеют задолженность, то они должны с управляющей организацией заключить соглашение о погашении данной задолженности. В таком случае они тоже смогут к нам обратиться. В 2018 году среднемесячный размер субсидий составил 1932 рубля. Это достаточно значительная сумма от общего числа расходов на жилищно-коммунальные услуги. Многие жители Орюпинска признаются, что получать выплату подобного характера – это очень удобно. Следует отметить, что расчет выплаты для каждой семьи осуществляется индивидуально. В соответствии с законодательством субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают величину соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан в совокупном доходе семьи, то есть 22%. Те граждане семьи, которые проживают на квартирных домах, они получают субсидию круглогодично. Частный сектор, там идет уже градация на то, какое они имеют отопление. Центральное, либо отопление газовое, но по прибору учета, либо платят без прибора учета круглогодично. Соответственно, те, которые оплачивают за газовое отопление по прибору учета, они получают субсидию, основная масса, в отопительный период. В связи с чем, как бы, ноябрь, конец октября у нас здесь происходит, как бы, горячая пора. Специалисты напоминают, что субсидии носят заявительный характер и назначаются на шесть месяцев. По окончанию периода необходимо отчитаться оплаченными квитанциями по всем видам услуг за время получения субсидии, а затем переоформить компенсацию услуг ЖКХ на следующий период.